В этот день у стылый город воинской славы собрались более ста человек. Школьники, кадеты, студенты. Все они пришли почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений и лежит в братских могилах безымянными солдатами, а также тех, кто пропал без вести. День неизвестного солдата. Только вдумайтесь в это выражение. Неизвестный солдат. Это значит, что кто-то не вернулся с войны. Кого-то не дождались дома. Родители, дети, близкие. И для того, чтобы таких имен было меньше, работает большое количество поисковых организаций в нашей стране, на территории Краснодарского края. И посчастливилось нашему городу, городу воинской славы, иметь такую же организацию и у нас. Это поисковый отряд Черномор. Руководитель военно-патриотического клуба Черномор Андрей Коробков знает о пропавших солдатах времен Великой Отечественной войны не понаслышке. Его поисковая группа возвращает имена героям, используя архивы и воспоминания участников военных действий. Выезжают на места, где в годы войны проходили сражения, находят останки солдат, устанавливают их личности и с почестями перезахоранивают. Неизвестный солдат – это не обязательно забытый солдат. И наша прямая обязанность – искать, находить, увлековечивать и помнить, вспоминать каждый день, каждый раз, когда мы выезжаем на какие-то поисковые экспедиции. Ну и делать так, чтобы неизвестных солдат становилось меньше, потому что мы ведем также работу в архивах. И иногда получается нам найти имена людей, которые считались без вести пропавшими, либо неизвестными, получается найти их имена, фамилии, ну и иногда получается найти их родственников. На данный момент пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны считаются более 1 миллиона 700 тысяч человек. Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет захоронен последний солдат. Данные мероприятия, митчинги и памятные дни важны для молодежи. В первую очередь из-за того, что мы должны помнить о предках, о подвигах, которые они совершали во время Великой Отечественной войны и прочих войн. В завершение митинга участники акции почтили минутой молчания всех, кто не вернулся с поля боя и возложили к мемориалу цветы. Руслан Душевский, Анапа. Регион.